Следственный комитет Российской Федерации создан федеральным законом 7 сентября 2007 года. Наследователи и дознаватели возложили функции производства дознаний предварительного следствия. Раньше данный орган был при прокуратуре России. С 15 января 2011 года он начал работать как самостоятельный федеральный государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства. По случаю профессионального праздника в филиале Дагестанского государственного университета прошла встреча студентов с представителями правопорядка. Мероприятие проходило в форме семинар-диалога, где почетные гости рассказали о своей интересной непростой профессии. С этого момента мы уже начали существовать и работать как отдельный орган. До этого, когда мы были в прокуратуре, я сам был следователем прокуратуры города Хаса-Юрта, начинал здесь, работал три года еще в те времена, 98-2001 год. Тогда у нас был надзор и контроль в одном ведомстве. После этого, как нас отделили, контроль у нас уже внутри, а надзирающий остался прокурор. Мы все делаем одно дело, начиная с милиции, следственный комитет и прокуратура, и суд. То есть тех виновных лиц мы направляем в суд, потом приговор и осужденный. Следственный комитет Российской Федерации состоит из центрального аппарата, следственных управлений, следственных отделов по федеральным округам, которым подчинены следственные управления в субъектах Российской Федерации. Следственный комитет России расследует все уголовные дела о преступлениях, предусмотренных действующим уголовным процессуальным законодательством. В ходе беседы студентам рассказали, какие категории преступлений подведом в следственному комитету. Любое преступление, кроме неосторожного. Но неосторожный тоже председатель нашего следственного комитета иногда поручает нам и говорит, возьмите его. Вот недавно было ДТП в Хатимансийске или где-то с детьми. Его забрали к нам, и следственный комитет это расследует. Но у нас такого еще не было. То есть, чтобы вы в курсе были, чего мы расследуем. А дальше у нас самые основные, это 105-е убийства, похищение 126-е. Есть изнасилования у нас все, в принципе, развратные действия все. И коррупционные, то есть вот такие преступления. Их у нас немало. Идея создания впервые в России следственного ведомства, независимого от иных государственных органов власти, была реализована Петром I. В ходе судебной реформы в 1713 году были учреждены первые специализированные следственные органы России. Следственный комитет сегодня это самостоятельный орган, который расследует тяжкие преступления. Подобные встречи, проводимые в учебном заведении, позволяют будущим специалистам освоить и закрепить знания в выбранном направлении. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.